Всем привет, вы на канале СуперКит. Все чаще у многих возникает вопрос, а как сделать так, чтобы дома продолжал работать интернет в случае отсутствия электроэнергии. И казалось бы, все просто, нужно лишь запитать роутер и счастье настанет. Тем более, китайские партнеры не сидят без дела и уже придумали пару интересных устройств. Одним из таковых является источник бесперебойного питания для роутера. Устройство, внешне напоминающее роутер, видимо, чтобы было проще поставив на него роутер, внешне придать этому всему вид некой монолитности, как будто это единое целое. Внутри аккумулятор, который, как и БП для компа, продолжает питать роутер в случае отсутствия электричества. Фактически это пауэрбанк с несколькими фиксированными напряжениями 9 и 12 вольт, которые могут быть необходимы роутерам. Еще одним устройством является кабель от USB порта с одной стороны и необходимого штекера для роутера с другой стороны. А в штекере USB ставят плату, которая преобразует напряжение из 5 вольт в 9 вольт или 12 вольт. Здесь изначально нужно выбрать необходимый такой кабель, исходя из технических характеристик вашего роутера. Придется уже опытным путем разбираться, сколько проработает роутер от вашего пауэрбанка. Однако, если честно, то я не очень понимаю, зачем это все нужно, ведь если электроэнергии нет, то подключение питания к роутеру не будет иметь смысла, так как ваш роутер, хоть и конечный в цепочке передачи интернета от провайдера к потребителю, но он не является единственным. И если интернет заходит в квартиру в виде кабеля витой пары, то с вероятностью выше 99% эта схема работать не будет, так как свечи и роутер и провайдера, которые развешаны в подъезде или установлены на чердаке многоэтажного дома, обесточены. Другое дело, если у вас заходит в квартиру оптоволокно. Здесь шансы на работоспособность есть. Но тогда нужно будет запитывать не только домашний роутер, а и модем, который принимает сигнал по оптоволоконному кабелю и выдает Ethernet. Тогда просто нужна пара таких кабелей и адаптеров, либо пауэрбанк для роутера, который должен быть достаточно мощный и иметь возможности по подключению как минимум двух устройств, модема и роутера. Если же у вас что-то типа карманного роутера с USB-входом для подключения 3G или 4G модема, или даже не карманный, а вполне себе стационарный роутер с такой возможностью, то это другой разговор. В моем случае мобильный интернет стал неотъемлемой частью, и несмотря на бесчисленное количество всяких обзоров на канале разных 3G модемов, роутеров для них, а также готовых связок таких устройств, пришел к выводу, что именно сегодня это может быть выгодным вариантом, только если все это уже есть. Но если сегодня ставить вопрос о приобретении такого оборудования, то есть смысл задуматься. А иногда есть смысл задуматься, даже если такое оборудование есть. У многих есть не только старые телефоны, а и старые смартфоны. Они не годятся для использования в силу слабых характеристик или доживающего аккумулятора. Но такой смартфон умеет раздавать интернет. Цена подобных старых смартфонов даже ниже, чем в Wi-Fi устройства. 3G, 4G модем плюс Wi-Fi роутер в одном. Да даже если уж на то пошло, цена некоторых новых смартфонов соизмерима с некоторыми Wi-Fi. И даже если смартфон дороже, то не на много. А лучше он как раз на много. Как минимум он лучше тем, что в него можно установить 2 сим-карты. Что и сделано в моем случае. Ведь у меня есть основной номер интернет, на котором почти не расходовался, а для раздачи через сим-пару сгодится. Объем интернета в моем тарифе небольшой. Но тем не менее он есть. К тому же основной интернетный номер это другой оператор. А это все в сумме позволяет диверсифицировать источник интернета. Причем для этого не нужно переставлять сим-карту, достаточно просто переключить в меню телефона источник интернета. Не нужно игнорировать и экран смартфона. Ведь сам смарт это мини-компьютер, а значит некоторые функции он может и сам выполнять. Раздавать по Bluetooth в наушнике то, что вы хотите слушать, делая дела по дому. При этом расходуя интернет с пакета, в котором много трафика. А не с основного телефона. Где его может быть мало. На раздающем интернет смарте можно установить VPN в случае необходимости. А значит интернет уже будет раздаваться с измененными IP адресами. Что намного лучше, чем просто доустановленный в браузере VPN. Ведь может потребоваться не только сайт какой-то посетить, а запустить программу, которая без VPN работать не будет. Ну и еще одна полезная особенность раздающего интернет смартфона, его мобильность. А значит его легко можно разместить в нужном месте, а также перенести в другое место. При этом его легко подключить к самому стандартному Powerbank, что исключит разные схемы, о которых было сказано в начале видео. При этом смартфон ведет учет из расходованного трафика отдельно по каждой сим-карте. Если говорить про возможности встроенного 4G модема, то его возможности практически максимальны для стандарта 4G. Отдельно такой модем может стоить дороже бы у смартфона. В этой истории не стоит пренебрегать и 3G стандартом. Может сложить сомнение, что при наличии 4G более старый 3G уже не актуален. Но у явного большинства на смарте стоит автоматический выбор сети. А это значит, что операторы нас заталкивают в 4G при любой попытке использования передачи данных. И вот когда все современные смартфоны поддерживают 4G и у всех почти все время мобильный интернет включен, а оператор всех направляет в 4G, то эта сеть и получается перегруженной. Мало кто задумывался над этим, а большинство и не знает и не меняет принудительно сеть. На 3G, оставаясь в LTE, находится в загруженной сети. Хотя далеко не слабое по возможностям 3G простаивает. Также нельзя не вспомнить и то, что некоторые смартфоны и не имеют возможности через стандартное меню настроек принудительно включить конкретное поколение сетей. А есть возможность лишь выбора предпочтительного стандарта сети. Здесь поможет инженерное меню. В нем можно выбрать конкретную сеть, что я и делаю в своем случае. И в то время как 4G в лучшем случае дойдет до 7 Мбит в секунду, постоянно залипая, в 3G у меня около 20 Мбит в секунду и все работает отлично. Согласитесь, даже если на Wi-Fi и будет выбор сетей, то вряд ли там будет что-то большее, чем просто тот самый выбор предпочтительного стандарта. А мне нужен не предпочтительный, а весьма конкретный. Это еще один важный параметр, по которому старый смартфон будет эффективнее. Но это если вести речь о раздаче интернета по Wi-Fi. А есть ли у вас системный блок, в котором нет адаптера Wi-Fi? Телефон можно использовать в режиме модема. Причем мои роутеры также определяют смартфон как модем, и раздавать можно интернет с роутера. Получается, можно со смарта раздавать в одной части квартиры, а роутером в другой, если конечно найдете способ, как соединить проводом смарт и роутер на расстоянии в несколько метров. Компу можно подключить по проводу в качестве модема, но можно подключить и беспроводным способом по Bluetooth. Однако, если в случае соединения по проводу можно получить максимально возможные скорости мобильного интернета, то скорость передачи данных по Bluetooth будет незначительной. Однако, на мой взгляд, очень маленькая вероятность, что передача интернета по Bluetooth будет востребованной, так как вряд ли будет такая ситуация, что Bluetooth есть, а Wi-Fi нет. К тому же, как и говорил чуть ранее, всегда есть возможность подключить смартфон по проводу. Насчет дальнодействия, как Wi-Fi, так и Bluetooth, смартфон очень неплох в этом. Внутри стоят достаточно мощные передатчики, так Wi-Fi работает точно дальнобойнее, чем мой карманный китайский роутер, перепрошитый в Zyxel, а Bluetooth точно дальнобойнее USB Bluetooth адаптеров, которые подключаются к компьютеру. И это не предположение, а неоднократно проверенная мною личная информация. Есть, конечно же, у мобильного интернета и свои проблемы. Например, из-за отключения электричества на районе, может перестать нормально работать базовая станция. Если ее не подпитывают аккумуляторами или генератором, то работать она не будет. Тут уже ничего не поделать, но если мобильный интернет работает, то получить 10-20 Мбит в секунду от него очень даже реально. В некоторых случаях у меня были и большие показатели. У Vodafone, а это самая незагруженная сеть в силу не совсем адекватных тарифов этого оператора, приходилось видеть до 75 Мбит в секунду. Все это я вел к тому, что как минимум вместо дорогих Wi-Fi устройств можно использовать свой старый смартфон или даже купить БУ. Главное, чтобы у него работала функция раздачи интернета. Ну а те, кто покупает приблуды для обычного роутера, чтобы пользоваться обычным проводным интернетом, полученным по витой паре, расскажите, как вышло так, что без электричества в доме у вас такой интернет работает вообще? Потому что я вижу много появившихся видео на эту тему, но знаю в том числе по себе, что распределительные коробки проводных интернет-провайдеров, которые висят в подъездах между этажами или на чердаках многоэтажек, это не просто коробки. Там установлено оборудование провайдера, а оно также запитано от обычных розеток. И там нет никакого аккумулятора, который продлил бы работу этого оборудования хотя бы на одну минуту. А без работы этого оборудования включать домашний роутер не имеет никакого смысла. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok